Ну что ж друзья, 2014 год выдался действительно интересным. Было много игр как хороших, так и откровенно разочаровавших. Однако все это уже позади. Нас ждет 2015 год и в этом хит параде я расскажу вам какие игры действительно стоит ждать в следующем году. Возможно многое вас удивит и думаю порадует. Усаживайтесь поудобнее и смотрите хит парад самых ожидаемых игр 2015 года. Приятного просмотра. Открывает наш топ 10 игра в жанре сурвайвл хоррор под названием Сома. Об игре известно достаточно мало, но радует то, что разработкой занимается студия Фриптианал Геймс. А это люди, которые хорошо знакомы с хоррорами. Ведь на их счету такие серии игр как Пенумбра и Амнезия. Действие игры будет происходить в далеком будущем на подводном, дистанционном исследовательском объекте Пафос 2. Где машины начинают принимать человеческий облик. Наш главный герой будет ученым, который вместе с коллегами прибыл на этот объект по поручению начальства. Однако с какой целью пока что неизвестно. Ну а дальше все происходит по стандартному сценарию. Некоторые члены экспедиции начинают пропадать, а другие же оказываются в ловушке, в окружении продвинутых роботов. Ну и судя по всему, именно в этот момент и начинается геймплей. Игра строится на движке HP Lovecraft Engine, который был специально разработан студией Фриптианал Геймс. Так что нас ждет что-то очень красивое, атмосферное и интересное. Ждем хоррор сома и идем дальше. На девятом месте у нас очень темная лошадка, о которой вообще мало кто знает. Но поверьте, о таком проекте знать нужно. Итак, встречайте игру под названием Raindrop. Эта игра разрабатывается молодой швейцарской студией, состоящей на данный момент буквально из нескольких человек. Разработчики черпают вдохновение из таких игр как Myst и Stalker. Более того, действие игры будет проходить в постапокалиптическом мире. И хочу заметить, что в имеющихся трейлерах была замечена Припять. В принципе, это будет что-то вроде легкого хоррора с элементами выживания. И вдобавок к этому в игре есть еще и головоломки. Так что лично я бы сравнил Raindrop с уже вышедшей и просто великолепной, на мой взгляд, игрой исчезновения Итана Картера. Ну, разве что Raindrop обещает быть длиннее в плане прохождения и иметь куда более глубокий сюжет и, собственно, смысл. Игра строится на движке Unity, так что за графику и атмосферу можно не переживать. Точной даты релиза нет, но предположительно игра выйдет в июле 2015. Более подробной информации об игре тоже нет, поэтому нам остается только ждать и надеяться на хороший, качественный продукт. Пошли дальше. На восьмом месте у нас прочно закрепилось продолжение многими любимой игры, а именно Just Cause 3. На сей раз действие игры будет происходить на Центральном и Южном Средиземноморье. Игра во многом доработана и будет выглядеть достойно. Нам обещают графику, действительно достойную 2015 года. Разработчики абсолютно полностью переработали систему разрушений. Теперь станет еще больше объектов, которые мы сможем ломать. Однако разрушить абсолютно все нам по-прежнему не дадут. Также нам обещают полностью переработанный и сильно поумневший искусственный интеллект. А также море новой техники. Хотя что именно хотят добавить разработчики, неизвестно. Сюжет в игре будет раскрываться плавно и постепенно, так что не ждите, что в самом начале вам все расскажут. А вот экшена будет очень много, причем с самого начала, так что можно быть уверенными, что игра не даст нам скучать. Да, и помимо сюжетных миссий, разработчики обещают занять игрока массой разных развлечений, среди которых погони, гонки и много еще разных других вкусностей. В общем, будет весело. Седьмое место по праву занимает Dying Light. Да-да, зубодробительные зомби-экшены наподобие Dead Island все еще в моде и на покой явно не собираются. Dying Light это экшен-сурвайвл-хоррор в открытом мире. Стоит отметить, что игра разрабатывается студией Techland, той самой студии, которая разрабатывала Dead Island и Dead Island Riptide. А из этого явно следует, что Dying Light будет своего рода дебиленым и более продуманным и может быть даже более интересным, чем серия Dead Island. Игра будет проходить в изолированном городе Хайран, визуально напоминающем Рио. Помимо игрока в городе будут выживать и другие люди, с которыми вы иногда будете пересекаться. Ну и конечно же будет море зомби. А акцент в игре сделан на ближний бой, поэтому сразу могу сказать, что вам не придется рассчитывать на обилие огнестрелов. Также из Dead Island в игру перекочуют крафт. Вы сможете создавать самые разные и невероятные виды оружия для борьбы с зомби. Ну а из новинок в игре появится паркур, призванный разнообразить геймплей и привнести в игру что-то новенькое. Ну и напоследок еще одна интересная особенность. Днем зомби не будут представлять особой опасности. Однако ночью они будут буквально превращаться в настоящее исчадье ада. Их сила и мощь и количество будет многократно возрастать. Лично я, если честно, считаю это полной ерундой, так как по всем канонам жанра время суток никак не должно влиять на зомби. Ну да ладно, это на самом деле опять-таки не важно. Ждем игру и движемся дальше. Почетное шестое место занимает Project Cars. Для тех, кто не знает, это автосимулятор, который по большей степени рассчитан на хардкорную публику, жаждущую максимального реализма. Но пугаться не стоит. Аркадные гонщики тоже смогут насладиться игрой, не растрачивая свои нервы, так как для них предусмотрены разные помощи в управлении. Физика в игре была написана абсолютно с нуля и максимально использует вычислительные возможности современных ПК. И это выгодно отличает ее от многих существующих автосимуляторов. Хочется также отметить, что к тестированию игры разработчики привлекли профессиональных гонщиков. Один из которых Бен Коллинз, более известный как Стик из передачи Top Gear. Касательно графического движка, то используется абсолютно полностью переработанный матнес. А это в свою очередь означает отличную оптимизацию и очень достойную и красивую графику. Игра все еще в разработке, однако в ней уже достаточное количество игрового контента. Project Cars более 60 лицензированных автомобилей и 35 гоночных трасс. А на момент выхода, который запланирован на 17 марта, контента станет еще больше. Так что запасаемся терпением и переходим к пятому месту. Пятое место занимает весьма интересный проект. Kingdom Come Deliverance. Это бесклассовая RPG с огромным, открытым миром средневековой эпохи. И не нужно путать это со Скайримом и Обливионом. По Kingdom Come Deliverance нет с ними абсолютно ничего общего. Начнем с того, что в игре нет троллей, драконов, да и вообще нет магии. Так что только хорошие прочные доспехи и наточенный меч нам в помощь. И ко всему прочему вы не будете избранным. Вам придется пройти тернистый путь к славе, полагаясь исключительно на себя. В игре не будет классов, вы будете вольны изучать те умения, которые вам нравятся. В игре будет огромный выбор разного оружия, свойственного той эпохи. Также нам позволят сражаться, сидя на лошади. Также лошадь можно будет использовать для перевозки разных предметов. Отдельного слова заслуживает боевая система. Она здесь просто великолепна. Доступны разные виды атак и блоков. Вам придется быть внимательными, чтобы вовремя блокировать или атаковать. Игроку предстоит пройти через многое. Участвовать в захватах крепостей, охотиться в лесах, сражаться с бандитами и посещать просто великолепнейшие места. Все это ждет вас в Kingdom Come Deliverance. Ну а собственно мы ждем релиза, а пока что идем дальше. На четвертом месте прочно обосновался Batman Arkham Knight. Очередная часть, призванная вновь порадовать всех фанатов Бэтмена. По словам разработчиков, данная игра будет заключительной частью серии игр про Бэтмена. Игроки получат ответы на все вопросы, которые подняли предыдущие части игры. Геймплей в игре мало изменится и практически все гаджеты, возможности и боевая система перекочевали в нового Бэтмена из предыдущих частей. Однако есть одно очень приятное нововведение. Это полностью управляемый Бэтмобиль, который вы сможете вызывать абсолютно в любое время и в любом месте. Более того, будет возможность дистанционного управления автомобилем. Данная фишка будет активно использоваться в сюжетных заданиях, так что готовьтесь. Также Бэтмобиль можно будет использовать как мощную катапульту для самого Бэтмена. А еще есть возможность трансформировать машину в Бэттанк. Пожалуй, это все, что изменилось в плане дейплея. Касательно самого города, то он стал более живым и гораздо более крупным. Тут будет где разогнаться на Бэтмобиле и, конечно же, будет кого расстрелять с Бэттанком. В плане сюжета тут все весьма предсказуемо. Появился новый злодей, который угрожает жителям города. Вновь всплеск бандитизма и тут на сцену выходит Бэтмар. В общем, всем фанатам ждать обязательно. Все же остальные могут проходить мимо с совершенно чистой совестью. А мы переходим к третьему месту. Итак, тройка победителей. И третье место занимает Battlefield Hardline. Думаю, что эта игра не нуждается в представлении, ведь все отлично знают, что собой представляет Battlefield. Это уже 12-я игра серии и, можно сказать, первая, в которой разработчики отступили от привычной нам темы. Battlefield Hardline это не история о каком-то военном конфликте. Это динамичное, наполненное морем экшена противостояния полиции и бандитов. Казалось бы, все то же самое, но в действительности изменение противоборствующих сторон сильно меняет игру. Ну, по крайней мере, мультиплеер так точно. Теперь никаких вам танков, БТРов и ударных вертолетов. Теперь все сосредоточено на активных перестрелках. Появились новые режимы мультиплеера. Теперь бандиты будут пытаться захватить побольше куш, а полиция будет оплавлять преступников и пытаться отвезти деньги в свое хранилище. Касательно сюжетной части она обещает обзавестись действительно интересным сюжетом и избавиться от тошнотворных персонажей. Более подробная информация о игре не разглашается. Релиз намечен на 17 марта, так что придется немного подождать. В общем, все любители первоклассных шутеров от первого лица будут довольны очередным Battlefield. Так что ждем новую бутлу и переходим к следующему проекту. На втором месте Tom Clancy's The Division. По правде говоря, все мы ожидали выхода этой игры в 2014 году. Но судя по всему, Ubisoft слегка надорвалась, обязавшись выпустить слишком много игр в столь короткий промежуток времени. Поэтому Division перенесли на 2015 год. И так, для тех, кто не в курсе, действие игры разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке, который старательно и очень тщательно воссоздан разработчиками. Игрок вступает в игру с самый разгар кризиса вирусной атаки. Что за вирус и как он повлияет на людей, пока что неизвестно. Однако у вас есть цель – выжить любой ценой. И в плане выживания The Division можно сравнить с DayZ. Вам также придется переживать о насущных потребностях персонажа и порой сражаться с другими игроками. Выживать вы сможете не в одиночку, а в группе до 4-х человек. А вот каким именно образом будут подбираться напарники и как устроена онлайн составляющая игры, абсолютно неизвестно. Известно только то, что будут разного рода умения, перки, навыки. Все это будет прокачиваться по ходу игры и улучшаться. Будет множество предметов, огромное количество оружия и разного рода снаряжения. Однако действительно полезной информации о том, как же все будет работать, к сожалению, нет. Так что нам остается только ждать и надеяться, что Ubisoft не подведут. А они ведь умеют делать крутые игры. Ну а победителем нашего топ-10 становится игра, разрабатываемая польской компанией CD Projekt Red. И наверное многие уже поняли, что речь идет о игре Ведьмак 3 Дикая Охота. Стоит сказать, что третья часть будет заключительной и красиво уйдет в закат, поразив всех геймеров. И знаете, новому Ведьмаку действительно есть чем нас удивить и порадовать. Начнем с того, что третий Ведьмак обзавелся нелинейным сюжетом и абсолютно открытым миром, который в свою очередь стал в 30 раз больше, чем во второй части. И учитывая столь огромные размеры, путешествовать теперь можно будет на лошади и на кораблях. Ну и конечно же, пешие прогулки тоже приветствуются. Касательно боевой системы, то в своем большинстве она перекочевала из предыдущей части. Однако некоторые ее аспекты были либо полностью заменены, либо сильно переработаны. И все это для нашего с вами удобства. Также, чтобы вы не скучали, в игру было добавлено много разных занятий. К примеру, вы сможете создавать оружие и броню, сможете участвовать в гонках на лошадях и еще есть много чего другого. Игра не даст вам заскучать. Учтите, что прохождение основного сюжета займет у вас примерно 50 часов. А вот прохождение еще всех сайт-квестов займет еще 50 часов. Так что готовьтесь, нас ждет увлекательнейшее путешествие. Да и ко всему прочему, еще и с фантастически красивой графикой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok